5 мая к дому по улице Односторонней сотрудники компании «Цифроград» приехали не с пустыми руками. В багажнике ценный груз – подарок для ветерана Великой Отечественной войны. От спонсора 89-летняя женщина получила инвалидную коляску. Спасибо Антонина Антоновна за то, что вы нам дали такое будущее. Спасибо за победу. Решили подарить вам коляску в знак благодарности, что у нас такое счастливое будущее. Антонина Антоновна Перикова – бывший узник концентрационных лагерей. В августе 42-го года немецкое правительство насильно вывезло ее в Кёнигсберг на принудительные работы. Тяжелое прошлое сказалось на ее здоровье. Уже второй год Антонина Антоновна прикована к постели. Девочки, мальчики, большое вам спасибо за такой подарок к Дню Великой Победы, что помогли нашей бабушке. Теперь она будет на улицу выезжать, сидеть, телевизор смотреть. Жизнь радоваться. Спасибо вам большое руководителям «Цифрограда» за такую большую поддержку. Светлана Борисовна Биржина хранит фотографии матери военных лет и памятные медали к 60, 65 и 70-летию Победы. С инвалидной коляской Антонина Антоновна сможет, как и раньше, посмотреть по телевизору парад 9 мая. «Цифроград ежегодно оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны по Краснодарскому краю и Ставропольскому краю. Сегодня мы решили оказать поддержку Периковой Антонине Антоновне. Для того, чтобы ей было удобно передвигаться, мы приобрели ей коляску. Таким образом, мы хотели поблагодарить ее за светлое будущее, которое у нас есть». В этом году армавирцы уже сделали несколько крупных подарков ветеранам. Среди них плазменный телевизор для Николая Емельяновича Чарачева от общественной организации «Дагестан» и газовый котел, который представители национальной общины Адыг-Хасы преподнесли Надежде Лободиновой. И на Лепеткина Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.